Приветствую вас, и судя по описанию, мужчина еще к вам не охладел, то есть он не равнодушен к вам, и девушка, его настоящая, это всего лишь как бы замена вам, то есть он рассказывает ей про вас за то, чтобы как-то в ней лучше видеть ваш образ. Так очень так бывает, и его звонки вам с разборками, это по сути проекция его чувств к вам, то есть когда человек говорит, ты меня наставляешь в покое и так далее, но при этом вы точно знаете, что вы его не трогали, ничего, это вообще, что человек взял с одного, а этого, скорее всего, провинцирует на вас свое собственное желание, эмоции, то есть он не может оставить вас в покое, он не может вас забыть, но при этом, при этом вину перекладывать на вас, и относиться к этому нужно уже исходя из ваших сил. То есть если вы видите, что мужчина ведет себя так, что он не равнодушен, значит, какие-то чувства к вам у него еще остались, и тогда нужно конкретно уже исходить из того, чего вы хотите. Если вам хоть и хотелось бы с ним отношения восстановить, тогда нужно просто дать ему выговориться в такое небеса, а потом начать обсуждать проблему, причину, по которой вы расставили. Или еще раньше, когда начались у вас ссоры какие-то или проблемы, и это, в свою очередь, вызовет вас у него, точнее, не так, для вас у него это вызовет совершенно неожиданную реакцию. А если же вы не хотите с ним, скажем так, больше быть в отношениях, или, может быть, вы его как раз-таки и бросили, то тогда подобные вещи нужно просто игнорировать, понимать, что мужчина к вам уже не ровно глищет, и просто-напросто проявлять безразличие, например, не отвечать на звонки, не обращать внимания на то, что он про вас рассказывает и так далее. Это пройдет, пройдет туда, когда чувства к вам утихнут, а новая девочка постепенно, естественно, при благополучных обстоятельствах, новая девочка заменит вас на чувственном и эмоциональном фоне мужчины. И тогда он перестанет вам звонить, наконец-то отпустит вас и начнет жить дальше. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Будем благодарны.